Резня в архангельской маршрутке. Пассажир напал с ножом на водителя автобуса из-за 21 рубля. Все произошло в автобусе 44 маршрута на остановке у морского вокзала. Мужчина, находившийся в нетрезвом виде, отказался оплачивать проезд, из-за чего поругался с водителем и ударил его ножом в лицо. За водителя вступился студент колледжа, однако буйный пассажир ударил ножом в лицо и его. Пострадавшие были доставлены в областную больницу. Пациенту 27 лет было предложено госпитализация и наблюдение в отделении челюстно-лицовой хирургии, от которой он отказался. Характер травмы, скорее всего, был резан и раны в области лица. Последствия травмы, скорее всего, останутся, но они останутся минимальными, так как было произведено наложение косметических швов с пластическим закрытием. Известно, что орудовавший ножом пассажиров был ранее судим. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовный кодекс за покушение на убийство двух лиц предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи допрашивают свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести вреда здоровью причиненного водителю и пассажиру автобуса. Как оценивает произошедшее пострадавший водитель и что в ассоциации автотранспортников думают об этом? Большой репортаж о небезопасных поездках в маршрутках смотрите в 19.20 на канале ТВ-центр в программе «Автограф дня». А мы продолжаем выпуск. Из-за перепадов температур лед по Северной Двине движется медленно. Сейчас ледоход держится в районе деревни Пермагория Краснобурского района. Задержка прохождения льда по Двине может составить до двух суток. Уровни воды на этом участке в два раза ниже опасных. На акватории порта Архангельск ледостав толщина льда на измерительной площадке в Соломбале 55 сантиметров. Пока условия для работ по спуску льда в море неблагоприятные. Из-за похолодания и снегопада участки рек, где ледоход уже прошел, снова замерзают. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. В Архангельске только памятников архитектуры свыше ста. Это купеческие дома, усадьбы, церкви, подворья и банковские конторы. Но по праву список таких объектов возглавляют гостиные дворы. Уникальный памятник готовится отметить 350-летие. С момента постройки в 17 веке и по сей день комплекс зданий открыт для всех, кто хочет совершить экскурс в историю. Стройка была по меркам 17 века огромная, да и сам проект уникальный. Сейчас историки с гордостью говорят, наши гостиные дворы самые большие в России. На строительство ушло долгих 17 лет и немыслимая по тем временам сумма – 667 тысяч рублей. К слову, годовое жалование стрельца в те времена составляло 5 рублей. В 17 веке гостиные дворы носили еще и функцию Кремля. Эта стена, которую мы с вами сейчас видим, это одна из наружных стен русского гостиного двора. Вот об этом говорит и вот эта реконструированная крыша, и клипсы, которые держат стяжки, стягивающие основные стены здания. К слову, металлические стяжки заказывали и наземные. Металл такой прочности в Москве и в ту пору было не достать. В конце 17-го столетия Архангельск посетил Петр I, а спустя 10 лет торговые функции гостиных дворов оказались без надобности, поскольку купцов город на Двине больше не принимал. В 18 веке императрица Екатерина затеяла масштабную реконструкцию и превратила торговый объект в таможенный замок. И это только одна из многочисленных перестроек, которые претерпел исторический памятник. За несколько лет были проведены раскопки в разных частях на территории комплекса гостиных дворов. И общая вскрытая площадь достигает нескольких сот квадратных метров. Глубина культурных напоставаний здесь, в центре Архангельска, достигает 3-3,5 метров. И, конечно, в такой толще культурного слоя было много интересных находок. Исходя из того, что нашли археологи в 17 столетии, поморы жили весьма зажиточно и были гораздо прогрессивнее прочих соотечественников. Курили трубки, несмотря на запреты, носили дорогую кожаную обувь, а накопления хранили в пиастрах, испанских монетах из мексиканского серебра. Вслед за раскопками прошла и реставрация. Были устранены все стены, все перегородки, все многочисленные слои и штукатурки, были проведены вычетки сводов, восстановлены все дверные и оконные проемы, многочисленные ниши освобождены. За три с половиной столетия своей функции гостиные дворы не утратили. Они по-прежнему служат обществу, теперь как краеведческий музей. Правда, постояльцы в старинном здании все же есть. От грызунов музейные фонды защищают три хвостатых стрельца – Решка, Степан и Семен. Олеся Кокина, Ольга Красулина, сейчас в регионе. В Архангельской области завершается эко-баттл. Такое название получил чемпионат по сбору мусора. За три недели его участники сдали более 21 тонны макулатуры, 410 килограммов пластика и почти 16 килограммов крышек. Пункты приема вторсырья работают в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Онеге, Котласе, Мирном, Урдаме. Суббота и воскресенье этой недели – последние дни, когда можно внести свою лепту в сохранение экологии региона. Адреса и режим работы пунктов сбора мусора можно уточнить в группе Кабатла ВКонтакте или по телефону 8902-194-8363. В Архангельске состоялся очень интересный концерт классической живой музыки. Правда, посетили его не дамы и кавалеры в элегантных платьях и фраках, а самые маленькие архангелогородцы. Некоторым еще и одного года не исполнилось. Однако, какой интерес к искусству! В этом убедилась и наша съемочная группа. Танцевали, бегали и даже ползали в ногах у музыкантов. Необычный концерт классической музыки прошел для юных слушателей. Для тех, кому не исполнилось еще и трех лет. Вечер организовали участники «Мама-клуба». Такие концерты пользуются огромной популярностью. С таким маленьким совершенно некуда сходить. Поэтому я очень рада, что появились такие мероприятия, особенно которые связаны с классической музыкой. Как мы знаем, они влияют на развитие психического ребенка очень положительно. На каждом концерте малышей знакомят с разными музыкальными направлениями. Джаз, блюз, народная классическая музыка. Звучат, как правило, и любимые всеми детские песни. Любовь к музыке детям привить проще всего, мне кажется. И в музыке развиваться комплексно гораздо легче. Это далеко известные факты. Но и музыку любят все под нее. И танцуют задорно, и просто лежат ребята у нас, слушают. Для юных слушателей и их родителей музыканты исполняют произведения на гитаре, скрипке, домре. Для профессионалов нет никакой разницы, какого возраста их слушатель. Главное – настроиться с ними на одну волну. Просто друг другу в глаза иногда можно не говорить какие-то лишние слова. Просто посмотреть, и все понятно, все счастливы. Ребенок посмотрит на тебя с этими глазами, он доволен. Но он на подсознании это все уже знает и понимает. И ты ему теплом отвечаешь. И это весело, здорово. Записаться на такой необычный концерт для малышей и их родителей можно в группе «Мама-клуб» ВКонтакте. Итоговая информационная картина дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова